Добро пожаловать в Москву! Волгарь в данный момент располагается на 18 позиции. Константин Аверьянов смотрит на секундомер и дает свисток. Поехали! Разыгрывает Волгарь с центра поля, разыгрывает команда гостей. Предлагаю, Вадим, к составам. Более того, предлагаю тебе выбрать, кого ты представишь. Может быть сейчас будет побольше энергии, побольше движухи уже в штрафной Волгаря. Подача, момент и это 1-0! Забивает Родина первым же ударом. И появившийся сегодня в стартовом составе Амур Калмыков. Отличается вот так. Первый стандарт. Первый стандарт и первый удар. Более того, первый удар и Родина, разыграв удачно этот угловой, добивается промежуточного успеха. Не пропустила Московская Родина в той встрече, как собственно и Волгарь. Не пропустил в прошлом матче. Здесь Амур Калмыков. Передача, момент 2-0! 2-0! И за 10 минут Родина укладывает уже два мяча в ворота Волгаря. Вот такое начало, масштабное начало в исполнении команды Франко Артиги. А Волгарю нужно как-то просто выйти на поле. Вообще непонятно, с какими задачами Волгаря вышла на поле. Угловой справа фланга Родина конвертировала в гол. И сейчас голевая атака через правый край. Но опускается в глубину обороны Родины. Есть подключение. Смещение под лицевую. Пауза, пауза, передача, момент! И это суперсейв! Александр Корякин! Но если такими темпами мы будем двигаться по хронологии нашего матча, глядишь, мы увидим чуть ли не самый результативный матч в этом сезоне. А вот теперь уже можно диагональ оформлять. Опаснейший момент. Скидка! Калмыков! Ну вот сложно сказать, выиграл ли борьбу, но шансы были. И очень близок был к тому, чтобы Калмыков даже пробить впоследствии. Обивалин. Хорошая вертикальная передача прошла. И вот здесь есть пространство. Ах, как хорошо! Через фронт! Штанга! И кто дотянулся? Дотянулся! Александр Корякин! Это сейв! Да, сократил угол обстрела. Прошло две классных проникающих передачи. И Кротов должен был забивать. Шипами дотягивается Александр Корякин. Передача и снова хорошо! Прекрасная передача! Лесников! Лесников режет угол! Смещается! Бьет! А вот что это? Удар или передача? Скорее бил! Но сложно представить, что из этой позиции Лесников прострелил бы. В подобной манере с левой ноги. Подача! Хороший заброс и еще один удар! Снова удар с второго этажа. Да что ж такое, да? И снова Кузнецов. Очень полезен Кузнецов после выхода на замену. Удар! Удар в ближний! Опасный удар в исполнении Ивана Тимошенко. Могло быть поопаснее. То есть заметно успокоились эмоции. Ориньо! Готовится бить! Ориньо пробил! Опаснейший удар! Значит так и справа, и слева, значит так смещался. В воздухе крутился. Очень неприятная траектория. Витиеватое. В нужный момент спасал. И выход один на один был, когда Кротов побивал ее. Бутс и парировал Корякин. Момент на метре! Идеальная атака. Идеальная передача с левого фланга. Ну это просто красота. Во-первых, отмечаем передачу Ивана Тимошенко. Это было очень точно. Это было очень своевременно. Ну и затем абсолютно в такт сыграл Даниил Кузнецов. Вот недаром мы его... Сработала замена. Недаром мы его выделяли на протяжении всего второго тайма. Мы говорили о факторе психологии. Соответственно, вот Волгарь сейчас постарается, я думаю, забить. Мяч опускается. Ох, очень опасно. Александр Корякин. Все. Дотянулся. И вот это касание Корякина становится финальным в нашем матче. 3-0. Уверенная победа Родины. Родина, по сути, обеспечила себе столь значимое преимущество еще в первом тайме. В стартовые 10 минут. Калмыков на 4-й, Юшин на 10-й. И вот на этом багаже Родина уже дошла до 79-й минуты, когда Даниил Кузнецов, появившийся на замену, забивает. 3-0. Калмыков на 4-й, Юшин на 10-й.